Трещины, ямы и просадка асфальта. Такие дефекты обнаружили кировские активисты во время рейда по городским улицам. Они проверили, как выглядят дороги, которые ремонтировались в прошлом году. И результаты не впечатлили. Практически 80% всех участков, по данным общественников, уже имеют недостатки. Кто должен устранять минусы, расскажет Анастасия Шерстнева. Это тот размер максимально допустимой ямы, который по ГОСТам возможен. И такая дощечка позволяет наглядно показать, что нарушения есть, рассказывает активист Общероссийского народного фронта Константин Шарапов. На улице Советской минусы, можно сказать, налицо. О таких впадин на обочинах дороги быть не должно, заявляют ревизоры. Тем более этот участок ремонтировали всего год назад. Мы считаем, что это нарушение, сделанное подрядчиком. Это слабый контроль с их стороны. Изначально неправильно все закладывалось, поэтому пускай работают. Поработать нужно и на улице Ленина. Спустя год после ремонта здесь тоже хватает замечаний. Трещины, неровности, да и дорогу отремонтировали не до конца. Несколько метров остались без нового асфальта. Напомню, в прошлом году на ремонт дорог в Кирове было выделено 400 миллионов рублей. И уже сейчас из 24 объектов на 18 есть дефекты. Дефектов большое количество. И наша основная задача, как активистов Общероссийского народного фронта, чтобы данные все дефекты были устранены. Тем более у нас имеется возможность устранить данные дефекты за счет гарантийных обязательств подрядчикам. Все мы полностью отразили, сфотографировали. И сейчас готовим обращение, направим в администрацию. Пусть принимают меры к подрядчикам, которые изначально делали ремонт. Но вопросы есть и по тем дорогам, которые ремонтируют сейчас. На молодой гвардии в Нововятске, говорят активисты, дорожники сократили участок почти на 50 метров. И местные жители опасаются, что дорога так и останется недоделанной. Запросто так и будет. Потому что, видите, вот в прошлый год сделали, тут до этого, не до конца не доделали. И так и вот ходим, так и по этим колдобинам и ходим. Активистам рабочие заявили, что дальше укладывать асфальт они не будут. Поэтому общественники уже готовят обращение в администрацию города. Кроме этого, все минусы, которые были обнаружены в результате рейда, будут занесены на карту убитых дорог. Чтобы любой человек мог следить, как выполняется гарантийный ремонт. Анастасия Шерстнева, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дайвича.